Вторая часть, и я хочу отчасти продолжать говорить то, что Бог вложил в мое сердце. Я начал говорить об этом утром, и одна из третьих таких составных, это ДНК церкви и нашего послания заключается в ученичестве. И на самом деле хочу, чтобы мы посмотрели в Писание, мы увидим здесь несколько мест. Вы помните, что Иисус учил о Царстве Божьем? Больше всего Он учил о Царстве Божьем. И очень важно нам понимать, что и наше послание является посланием о Царстве Божьем. И молитва Господня о том, что да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. И Иисус в другом месте говорит, что прежде всего ищите Царство Божье и правду Его, и все остальное приложится. Очень важно понимать Царство. Вы знаете, как бы Царство Божье, Царство Небесное, мы понимаем, что нам трудно его представить, и оно, наверное, на небесах, и оно так и есть. И мы находим в Писании, что Господь говорит о Царстве Небесном, в то же время Он говорит о Царстве Божьем. И так как же должно быть здесь на земле, как на небесах? И порой очень трудно, мы там не будем, знаете, апостол Павел там был, может быть, кого-то по милости Божьей Господь дает там подняться. Но вы знаете, когда Иисус, Он не усложнял тему Царства Божьего, Он очень понятно и просто рассказывал, чему подобно Царство Божье. То есть, ну, представить Его нам трудно, но Он говорит, я его учил, учил больше всего, даже удивительно, после воскресения, еще 40 дней являясь ученикам, Он учил их опять о Царстве Божьем. То есть, очень важно, Он хотел, чтобы мы имели очень яркую картину и понимали принципы Царства Божьего. И вы помните, что во многих Евангелиях мы находим разные истории, притчи. И я хочу напомнить несколько из Матфея 13 главы, в 33 стихе написано, что «Иную притчу сказал Он им, Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина взяв, положила в три меры муки, да коли не скисла, все». И все, сия говорил народу притчами, без притч не говорил им. Знаете, говорит, иную притчу. И мне очень нравится, одно время я в церкви тоже учил, и прям целый цикл, мы просто брали притчу за притчей и разбирали, вникали. Я вам скажу, что это очень важно, нам изучать Царство Божие, принципы Царства Божьего. Потому что, если мы не будем их ясно понимать, мы не сможем осуществлять это. Мы даже не понимаем точно толком, как молиться, что значит Царство Божие. Мы ангелы, просто хорошо. И, конечно, очень много грамм на Царство Божие. И писали, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. То есть, носите Царство Божие, это Дух Святой. И это абсолютно истина. То есть, как пребывать в Царстве? Пребывай в мире, в радости, в любви, в праведности. И это есть Царство Божие. Также, как выглядит оно? Чему оно подобно? В данном случае, здесь Иисус говорит о Царстве, которое подобно женщине, которая положила закваску в три меры муки, на которой не скисло все. И это очень важный момент. Мы не долго будем углубляться в эту притчу, но оно связано будет со следующей притчей. То есть, мы знаем, что Бог нас создал как Дух, Душу и Тело. И вы знаете, у нас есть эти сферы, духовная сфера, душевная сфера и физическая сфера. И Господь говорит, что Царство Его подобно закваске. Женщина, это прообраз Церкви. Невеста, женщина. Задача Церкви, одно из главных посланий. И нам, а кто такая Церковь? Церковь это здание? Нет, Церковь это мы. Тело Христа, мы об этом говорили. Мы не ходим в Церковь, хотя бы привычный, никуда идем в Церковь. Мы являемся Церковью. Там, где двое или трое собираются во имя Иисуса Христа, там Христос посадит. Там уже есть Церковь. Там уже есть эта Экклесия. И вот задача Церкви приносить эту закваску, класть ее в три меры муки. В дух, в душу и в тело. Вы знаете, Писание говорит, чтобы мы были отделены и освящены во всей целостности, чтобы ваш дух, душа и тело. Что такое зрелая личность, которой нужно стремиться, которую Господь хочет в нас производить? Это личность сбалансированная, гармоничная, которая имеет, которая заквашена, захвачена Царством Божьим, принципами Царства Божьим на всех трех уровнях. Мы не только в духе ищем Бога и хотим, чтобы сильными быть в духе, но вообще я даже думаю, что это даже невозможно на самом деле быть сильно духовным, если душевно ты слаб или не освящен, а с телом твоим еще что-то происходит. И наступает полнота, когда мы освящаемся в духе, в душе и в теле. Поэтому чему подобно Царство? Царство подобно вот этой закваске. То есть нам нужно очень внимательно смотреть, насколько наша жизнь становится, приходит в эту гармонию. Пробуждение наше начинается, конечно, с возрождения нашего духа. И в духе мы переживаем Бога, пережили его любовь, и так сильно у некоторых это происходит, у некоторых менее слабо. Но что происходит? Если не начинается интенсивное освящение души, не обновляется разум, как часто все люди теряют. Не так ли? Как на самом деле даже спасение теряется. Человек горел, человек служил, потому что с ним произошло? Какие-то твердыни. То есть очень важно, вот этот процесс, мы происходим, станет происходит это освящение, и мы искупление переживаем, если хотите, на трех уровнях. Искупляется наш дух, когда спасается. Потом нужно искупить душу, то есть обновить разум. Наш разум должен быть где? Мы сегодня демонстрируем в слове. Наш разум, наши мозги должны плавать в слове Божьем. Мы должны мариноваться в нем, осветиться. И даже тело и плоть, она становится дисциплинированной. И тело, оно, мы его не разрушаем. Некоторые грубо разрушают его курением, алкоголем. Но я вам скажу, большая проблема, мы можем неправильным образом жизни разрушать тоже свое тело. Мы можем чрезмерно неправильно питаться. И на самом деле, дай Бог, до 70, до 80 даже, хотя я верил, что эти 120, но я думаю, это возможно, если придет освящение нашему телу, мы начнем и правильно питаться, и двигаться, и не будем иметь лишнего веса. Я вам скажу, с лишним весом нам очень трудно прожить будет столько, сколько, может быть, даже Бог запланировал для нас. Потому что, на самом деле, я недавно просто узнал там парня, который там был еще в церкви, я его помыл подростку, ему 37 лет, он умер от проблемы с сердцем, но он был очень полный человек. Я когда его увидел, я испугался, он уезжал туда на заработки. И он просто, ну вот что-то происходило, он не мог остановиться, там уже масса болезней, и в конечном итоге большая проблема с сердцем. В 37 лет просто голодой мужчина он ушел из жизни. И это, я вам скажу, что это большая ответственность, дорогие, это наша ответственность, чтобы мы видели и были здоровыми духовно, душевно и физически. Это, и мы как церковь, мы как пасторы, служители, должны этому учить. Сами жить так, и учить таким образом, чтобы увидеть, убедиться, что люди, которые вокруг нас, они заквашены царством Божиим, то есть Божиим словом, на духовном, душевном и физическом уровне. Аминь. И что мы видим дальше? Давайте посмотрим иную притчу. Следующую притчу говорит Господь в 47 стихе этой же главы. Еще подобно Царство Небесное, не в аду. Закинутому 13 глава Матфея. 47 стих. Еще подобно Царство Небесное, не в аду, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Смотрите, не в аду. Что это? Это сети. Очень понятно для учеников и для людей было всему, чему учил Иисус. Иисус говорил, что Царство подобно семени, зерну падшему в землю, закваски. Когда Он говорил о неладе, о сетях, так это вообще ученикам, это вообще было очень понятно. Потому что когда Иисус призвал и Петра, и Иоанна, и Иакова, они все что сделали? Они побросали, оставили свои сети, и они пошли за Христом. И когда Иисус призвал Петра, Он сказал, не бойся, когда он увидел вот этот невероятный улов, помните, в этот переломный момент, когда Иисус сказал, заплывите, запросьте сети. И они говорят, хорошо, по слову твоему, сделаем это. И когда улов был такой рыб, что и одна лодка, и вторая наполнялась, так что он стал тонуть, на Петра страх сошел Господь. Он сказал, выйдет от нас, Господи, от меня, ибо я человек грешен. Он говорит, не бойся, человеков ловить будешь. Следуйте за Мной, и я сделаю вас кем? Ловцами. Слушайте, Иисус сказал это своим ученикам, сказал тем, кто были профессиональными рыбаками. Они ловили рыб. Как они ловили рыб? Не в этом, сетями. Слушайте, здесь сокрыто огромное, вообще, могущественное откровение. Потому что Господь хочет, чтобы мы, мы люди Царства. Мы проповедуем Евангелие Царствия. И мы являем Царство. Потому что, когда Иисус приходил, Он говорил, что приблизилось Царство Божие. Дорогие, мы здесь на земле, с Господом приближаем Царство и являем Царство. И оно очень многогранно. Мы сейчас не сможем охватить все грани. Но я хочу сегодня говорить об этой практической стороне. Вот сегодня пастор Александр говорил о таких моментах, что хор надо делать. Это очень важная вещь. Почему? Потому что это собирает... Это не вот. Это собирает людей. Это какое-то место, пункт сбора. Это обстоятельства какие-то. Почему? Потому что наши дети могут потеряться в водах этого мира. А многие люди продолжают там плавать. И в Писании говорит, что Царство Божие подобное небо. Друзья, нам нужно увидеть эту картину. Мы все вместе, каждый в своей отдельности представляет какую-то часть этого невода. Каждый человек может быть какой-то даже клеточкой этой сети. С каждой общиной является какой-то участком. И Господь хочет на самом деле объединять, соединять. И чтобы был невод большой. Если у нас вообще нет видения невода, у нас нет способности ловить. Мы, конечно, можем пытаться. Руками вообще мы ничего не можем поймать. Мы можем, конечно, на лудочку пытаться ловить. И какими-то отдельными такими инструментами, служениями, как-то бывает, попадаются люди. Но смотрите, это не Божий взгляд. Потому что Господь говорит, я хочу, чтобы вы понимали, что Царство Божье подобно неводу. Сетям, которые забрасываются в море. И вылавливаются много рыб. И там есть, это уже отдельная, конечно, тема, там есть мелкие рыбы и крупные. Крупные собираются и складываются в сосуды. А мелкую что делают? Отпускают обратно. Чтобы подросла. Часто мы ловим людей, и мы расстраиваемся, что они не принимают, не понимают. Послушайте, они еще не доросли. Они еще мелкие. Хватит отпустить поплавать в этом море. Не надо их держать. Не надо их в банке мариновать. Отпустите их. Пусть они поплавают еще. Пусть они наедятся еще чего-то. Пусть они еще поймут, что в этом мире ничего нет. Конечно, продолжайте за них молиться. Ну, вернемся к сетям. Слушайте, а что такое сеть? Как она выглядит? Сеть — это отдельные ниточки в правильном порядке, связанные друг с другом, которые начинают создавать клетки. Ячейки, клеточки. Куда рыба заплывает, оп, и обратно не может. Ах, вы секта. Вам туда и обратно. Да, да, да. Это царство Божие. Это только туда. Понимаете, запутывается своими жабрами. Она запутывается в сетях. Послушайте, если нет сетей, невозможно запутаться, невозможно пойматься. Слушайте, мы говорим открыто, потому что мы понимаем, насколько людям нужен Бог. И Господь для этого пришел на эту землю. Он начал плести эту сеть с двенадцатью учениками. Он служил, он ходил из города в город. Он исцелял сотни тысяч людей. Тем не менее, в девятой главе Матфея, он со скорбью говорит, людей так много, они неузнуренные, рассеянные, как овцы, не имеющие паста. Овцы разбрелись, рыбы плавают. Он говорит, я не могу их всех поймать, я вас привлек. И вы знаете, как начинают бабушки, умеют коврики плести, да? Кто начинает, умеет плести коврики? Вы знаете, там рисунок правильный, да? Там есть пять, потом там как-то три. Я видел там рисунок формулы. Я посмотрю, так это же сеть. Начинается плестись вот с такого маленького, как называется? Кружок. И потом все оплетается по определенным... И становится коврик больше и больше, и можно сплести большую сеть. Я хочу предложить вам сейчас эту картину, дорогие, но братья и сестры. Потому что мы можем вдохновляться, поназидаться на этой конференции. И поехать, и как-то опять, вот вроде тогда хорошо было, был прорыв, а уже в понедельник закончился прорыв. Друзья, увидьте эту картину. Потому что Господь призывает нас, чтобы мы получили откровение о том, что каждый из нас является частью этой сети. И есть такая ответственность. Во-первых, каждому позаботиться быть в связке с телом Христа. И во-вторых, понять, смогу ли я начинать созидать отношения с другими людьми таким образом, чтобы эта сеть распространялась. И что мы находим? Мы находим в Писании одно место, которое мне очень нравится, и все его знают, и мы его часто даже на бракосочетаниях используем, по поводу нитки втрое скрученной. Но на самом деле мы понимаем, что контекст там такой, что это не для супружеских пар обязательно. Там написано о товарищах, там говорится о том, что вообще принцип, что нехорошо быть человеку одному. Это относится, конечно, и к мужчинам и женщинам, которые хотят создать семью, но это относится к каждому человеку. Просто люди есть в церкви, они годами, бывает, ходят, но остаются одни. У них нет друзей, и пастором нехорошо быть одному. Поэтому они страдают в одиночестве, какие-то болезни приходят, какие-то странные доктрины, никто их не может... Там споткнулся пастором. И нет другого, которого его поднял. Я напомню это место, это Экклесиасты, 4 глава, с 10 стиха написано. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял его. Так же если там лежат двое и так далее. И дальше написано, как итог. Итак, нитка втрое скрученная не скоро порвется. Нитка втрое скрученная. О, друзья, знаете, это очень сильно. Почему втрое? Мы вообще видим этот принцип троичности. Мы понимаем, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Нас Господь создал по образу и подобию Своему, поэтому мы говорим Дух, Душа и Тело. И теперь он говорит, что с отношением нитка втрое скрученная. Речь идет о товарищах, нехорошо бы человеку одному. И речь идет о трех нитях. Вы знаете, мы стали изучать этот момент. Значит, возвращаемся сюда. Сети, они, это ниточки, да, соединенные друг с другом. Можно сказать, это люди, соединенные друг с другом. Не просто каждый поодиночке. Нет, церковь это не одиночек. Церковь это двое или трое. Это даже не Отче Мой, а Отче Наш, Сущий Небеса. И ты увидишь, что везде есть такой принцип, что мы вместе. Это не распределение, это как бы не сбрасывание ответственности в себя, когда мы, 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 мы. Да, личности. Мы эти личности, сознательно соединенные друг с другом, становятся этими клеточками этого неба, этой сети. И, друзья, мы начали видеть очень такой серьезный вызов для нас. Что мы сегодня в 21 веке видим такую картину, что люди не просто приходят в церковь. И даже те, кто приходят, еще большой вызов, далеко не все остаются. Я думаю, что это главный такой вопрос, который волнует всех. В чем дело? Почему? Почему происходит? И если мы будем смотреть внимательно на жизнь, мы просто увидим, что у людей несбалансирована жизнь. Причина, почему люди теряются, люди незрелые, потому что у них нет этой гармонии друг в себе самом, в духе, в душе и в теле. И у них нет достаточно сильных, крепких связей друг с другом. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы увидели эту картину. Знаете, мы часто думаем, что самое важное – это духовная нить. Я говорю сейчас, предлагаю вам рассмотреть эти три нити как духовную, душевную и физическую область. И согласитесь, что у нас может быть связи и отношения друг с другом на разных уровнях. Например, бывает, людей просто объединяет какое-то дело. То есть они физически находятся вместе. Да? Согласитесь, они приходят на работу и их объединяют. И уже есть нить. И это может быть единственная нить. Но если люди проводят время на работе или в школе, наши дети, они находятся в школах, у них появляются и дружеские, душевные связи. Это естественно. С кем ты проводишь время, у тебя появляются какие-то общие интересы, симпатии. И порою выглядит так. Мы стараемся, чтобы у нас с людьми, друг с другом, с братьями и сестрами была главная духовная нить. Но на самом деле я заметил, как часто эта духовная нить становится слабой и она рвется, когда у нас есть только духовная нить. Я говорю, что такое духовная нить? Ну, мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом. Мы молимся вместе. Мы же поклоняемся вместе. И это правда. Если человеке есть откровение, что Иисус его спаситель, это нас уже объединяет. И можно сказать, у нас возникает эта духовная связь. И это здорово. И она должна усиливаться. Она должна усиливаться эта нить. Но что часто я наблюдал, что вот есть вроде бы духовная нить. Но как-то душевная страдает. Смотришь, друзья у человека все еще остаются где-то в этом мире. Это могут быть и одноклассники, это могут быть даже родственники. Но проблема в том, что мы видим, что какое сообщество. Скажи мне, кто твои друзья? Я тебе скажу, кто ты. Потому что кто нас окружает? Вот это душевные связи, отношения, друзья, которые в стороне, где-то вне. И если еще дело какое-то тоже на стороне, то очень быстро эта духовная нить, которая не успела возникнуть, а бывает даже, да, норвется, а бывает даже, казалось бы, сильная. Вот вроде бы человек, друзья у него в церкви. И духовная нить очень сильная. Но, например, практическое такое дело, все говорят, ну, слушай, ну жить-то как-то надо, поэтому, естественно, люди работают. А в Латвии, например, не хватало работы, кризис. Многие уезжают в Европу работать, в Англию. И они реально просто возникают, представляете, вот друзья в одной церкви, и вдруг одна нить, казалось бы, две нити же, духовная душа, она такая сильная. Но вдруг возникает возможность работать в другом месте. Лучше платят, надо решить какие-то проблемы, и человек переезжает и начинает работать. Он говорит, я временно, я поправлю свое финансовое положение. Даже семья остается пока здесь. Человек уезжает, и мы видим, что начинает происходить. Нити духовные и душевные ослабевают. И, к сожалению, часто происходит вообще разрыв. Все рвется. И, казалось бы, у человека еще каких-то год назад, два, какие-то были хорошие, добрые намерения, а сейчас он просто, его духовный иммунитет упал. Почему? Потому что, казалось бы, одна нить, но она такая толстая оказалась, забрала все время. Человек работает, и он там у него появляется отношение. У него появляются какие-то дружбы. Может быть, и он какое-то время держится. Но, понимаете, что нет баланса. И я просто вижу, что Господь сегодня говорит к нам, каждому, особенно служителям, лидерам, чтобы мы увидели эту картину. И знаете, что мы просто чувствуем, что Дух Святой полагает в наше сердце. Мы задаем себе сегодня вопрос. Каждому, служителю, лидеру, члену церкви, на самом деле, насколько сильны у тебя отношения и связи с телом Христа. Если у нас эти нити, и все ли они три, потому что, если у нас не три, то писатель говорит, что если нитка не встроя скручена, она порвется. Она не будет такой сильной и вечной. И сегодня этот большой, такой практический вопрос, насколько наши отношения в церкви, насколько мы вместе имеем между собой такие связи. Потому что писание говорит, что тело Христа именно выглядит таким образом. Апостол Павел в Ефесянам говорил об этом. Помните, Ефесянам 4 глава, 16 стих. Написано, из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких, заметьте, взаимоскрепляющих связей. Скажи, взаимоскрепляющие связи. Вот при действии вот этих взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получается, вот это приращение для созидания самого себя в любви. Так устроено тело, взаимоскрепляющие связи. У меня сегодня вот вопрос к нам, к каждому, дорогие мои братья и сестры. Какие связи нас скрепляют друг с другом в наших общинах? Насколько мы чувствуем, что наши связи крепкие? Я видел это в своей жизни. У человека появляется просто какое-то дело на стороне. И вдруг у него уже не хватает времени, и даже на дружбу, дружили. А теперь говорит, слушай, никак. У него не хватает времени приехать на общение, на домашнюю группу, там, служение. Он так много работает, что единственный день выходной. Он говорит, слушай, это единственный день. Я поэтому даже, ну, начинаю пропускать служение. И мы понимаем, мы, о, такие, получаем звонки тревожные. И это происходит. Слушайте, где выход? Какое решение? Сто процентов нам необходимо наставлять друг друга, вдохновлять. И вы знаете, мы сейчас видим, что Бог нам дает такую картину, такое видение. Я понимаю, что не каждый, может быть, в этом должен двигаться. Он тот, кто имеет призвание. Но один из сильных инструментов, это люди с даром предпринимателей. Христиане. Нам необходимо создавать рабочие места и работать вместе. Когда я начал это озвучивать, мне говорят, не, 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 у меня негативный опыт. Слушай, христиан работу лучше не брать. Они там не работают, а молятся. Я слышал такое, что, слушай, я начал брать христиан. Ты что, они там занесли, чтобы делать дело. То Библию читают, то молятся, то евангелизируют. И все, все, все. Я отказался от этой идеи. Слушайте, это негативный опыт. Надо наставлять христиан. Но это неправильно, потому что, если прийти к первоапостольской церкви, у них удивительное единство было. Я размышлял об этом, все говорят, но это такой опыт первоапостольской церкви, он нереальный. А мне кажется, он очень реальный. Даже на сегодняшнее время можно сделать это все юридически, как большую корпорацию, как большое акционерное общество. Послушайте, они приносили, продавали имения и приносили к ногам апостолов. Нам казалось, что это просто они пришли, свалили все, все распродали, потом съели. Слушайте, если бы они просто так поступили, они бы все это проели, и все были в глубокой нищете. Если вы обратили внимание, сегодня цитировалась третья глава. К ногам апостолов приносили деньги, продавали. А он идет с Иоанном и говорит, денег, серебра и золота нет. Потому что Петр не распоряжался этими деньгами сам. Там был высокий порядок. Там приносились эти деньги, там какие-то нужды восполнялись. Но вы знаете, никогда ты в Писании не найдешь, чтобы просто... Я не верю, что они просто бобжей или голодных нищих кормили и не учили их жить. Я верю, что они помогали. И мы не знаем, каким образом, но возможно, они создавали новые рабочие места. Мы сегодня могли бы тоже... Ой, я уже слышал негативные там, то пирамиды какие-то, то еще что-то. И у нас есть много негативного опыта, и мы не мыслим таким образом. Но я верю, что Господь хочет реабилитировать нас и убрать этот страх. И чтобы мы увидели картину, что, дорогие вы, нам нужно создавать рабочие места. Нам нужно идти на этот рынок. Потому что люди сегодня, 99,9% на работах. Они не в церквях наших. Вот просто поймает человека, он идет, и ты его пытаешься проилангелизировать. С этим флайером, с этим буклетом. Они отмахиваются от нас. Правда же? И нам со мной не хочется идти. Потому что мы все знаем, что 85% из всех небольших людей пришли ко Христу через друга или родственника. И сегодня в основном люди бегут куда? На работы. А не на учебах. А не там. А мы в церкви сидим и ждем, чтобы великое поручение исполнялось. Мы поменяли, чтобы подкорректировали эту заповедь. Не идите, а сидите и ждите. Мы стали профессиональными ждунами. Мы ждем постоянно. Мы седунами, ждунами. Мы засиделись там. Нам нравится это слово. Не отлучайте сидунами, а от Русалима, но ждите. У них как-то это 10 дней получилось ждать. А у нас годами мы ждем. Мы продолжаем ждать. Новое помазание. Вот когда его сошло, нам на это не хватает, потому что еще больше должен сойти. И вот мы все ждем, когда оно сойдет, сойдет. И мы сидим. И ничего не происходит. Господь говорит, царство Божие подобно сетям. И мы не сидим, а мы забрасываем эти сети в море. Слушайте, как можно забросить в море? С флайерами? Ну иди попробуй. Давайте выйдем попробуем. Конечно, я не исключаю уличную евангелизацию. Я верю, что и на этом уровне Господь может спасать. Но всякий раз, когда я спрашиваю людей, даже вот сейчас в этой аудитории, хочу спросить. Кто пришел ко Христу через друга или родственника? Ну кто вас пригласил? Кто пришел ко Христу через то, что он незнакомый человек, просто дал буклет пригласительный на евангелизацию, и ты пришел, покаялся и спасся. Кто поднимите руку? Вообще, что ли, обычные есть люди? Ну один. Я знаю только очередь. Слушайте. Получается, подушники. Получается, даже статистика нарушается. Обычно я говорю, что 85% приходят через друга родственника. А это значит... А сейчас в нашей аудитории, если у нас тут около 100 человек, одна рука была. Это значит 1%. Конечно, слава Богу, за один процент... Даже это меньше. Не, 1%. Это не 15, не классы даже процентов. Это 1%. Даже, слава Богу, за 1%, это значит, если даже 1% может сработать, человек может спастись, значит мы любой метод не отвергаем. Мы используем его. Но давайте сегодня помыслим, как мудрые люди. Если Иисус учил чему подобное Царство Божие, и Он постоянно приводил примеры из бизнеса, из сельского хозяйства, и животноводство, там, понимаете, рыбаки, сейки, Он говорил доступным языком. Понятным людям. Потому что, послушайте, все в этом мире, и даже вы, не хотите ходить на работу просто так, если вам нет зарплаты. Правда же? Это же разумно. И вот у меня, ну не то, что я дам запоминать анекдоты, но я все-таки чуть-чуть имею дамы. Да, да, поэтому вспомнил. Да, поэтому вспомнил. Ну не анекдоты, у нас же притчи, да? Вспомнил некоммуническую притчу. Как один товарищ встречает другого на рынке, смотрит, он яйца продает. Вареные. Он, я не знаю, сколько у вас стоят яйца десяток. Ну, сколько, 100 рублей. Ну, поменьше. 60. Ну, 60. Ну, короче, спрашиваю, говорит, о, говорит, ты, а что тут там нужно? Ну, да, вот, так вот, такой вот бизнес. Говорит, а с чем занимается? Говорит, ну, покупаю, говорит, по 60, говорит, рублей яйца, варю, и вот, говорит, продаю. И смотрит на ценник, 60 рублей. Говорит, слушай, за 60 берешь, за 60 продаешь, говорит, а навар, говорит, в кастрюле. Слушайте, у меня такое чувство, что много христиан, они активно занимаются христианским бизнесом, спасением душ, и такое чувство, что весь товар в кастрюле. Как будто бы мы не можем ставить себе цели, как будто бы мы вообще не ищем прибыли. Хотя все притчи и наставления Иисуса Христа очень конкретные. Дано тебе пять талантов, умножил, принес еще пять. Молодец! Добрый и верный раб войдет радость господина. Два таланта тебе дал. Вот, господин, у нас твои два, я еще принес два. Он говорит, молодец! Послушайте, везде, потому что Царство Божие, оно всегда предусматривает рост и умножение. Поймите меня правильно, мы себя утешаем. Важно не количество, качество. Если вы или так все вот, я знаю, что у кого маленькие общины, все себя утешают, что главное качество. Ну, поймите меня правильно, важно качество, но если есть качество, то будет количество. Согласитесь, не надо обманываться. Если есть качество, то будет количество. Не надо говорить, у меня очень качественная пища в моем ресторане, но почему-то людей там нет. Количество тут никак не растет. Нет, я смотрю, если кухня хорошая, почему-то постоянно туда идут. Если есть где-то качественное обслуживание, там хотят обслуживаться. Дорогие мои, вы здесь? Я вас не знаю? Ну, я смотрю, я некоторых уже не нравлюсь, уже на вторую сессию, первая сессия, всем нравимся, сейчас она такая зачищена, подозрительная зная. Нет, я шучу. Вы очень хорошие братья и сестры. Чувствую, что вы меня все еще любите. Ну, даже если я его не понравлюсь, я завтра уеду в Ригу, мне хорошо. Но я вас должен выплеснуть в свое сердце. И хочу вам сказать правду. Дорогие мои, давайте трезво смотреть на учение Иисуса Христа. Оно очень конкретное. И Царство Божие, это не только качество, это и количество, и это пребывающий плод, и это то, что Господь хвалит и говорит, молодец, добрый мир, ты умножил. И человек, который остался с одним талантовым. У него какая-то своя была версия. Какая-то своя идея. Он ее закопал, кстати, не проел, не растражил, спрятал, сохранил. И говорит, главное спасение сохранить. Главное, до небес добраться. Это хорошо. Это хорошо, друзья, но я в Писании не вижу, что только ли бы, мне бы туда как-то добраться до неба. Я знаю такую историю о людях, которые строили не из драгоценных камней. Из сена, соломы, написано, огонь пришел и испытал дело. И сгорело все. Впрочем, ведь спасется как бы от огня, головня из огня. Это для тех, спасется тот, у кого в основании Христос был. Потому что эта глава начинается, что нет другого основания, которому это Христос. И потом каждый на этом основании свой как сгорел. И вот уже, это уже очень хорошо, если основание Христос. А уже на этом основании ты строишь непонятно из чего. И Писание предупреждает, что огонь испытаний придет, потрясет все. И все, что коленнами разрушится, что досталось непоколебимое. Останется непоколебимое что? Основание. Христос непоколебимый. И люди, строившие из драгоценных камней, из откровений, из принципов царства, они тоже устоят. И говорит, тот, кто устоит, тому похвала, слава Богу, у кого, говорит, дело сгорит, разрушится, впрочем, сам спасется. И это вариант такой, вот просто пришел со спасенным душой. Это лучше, чем, конечно, не спастись. Но Божий план идеальный, что спасаешься не ты, спасаешься ты и слушающие тебя. Аминь. Вникая в себя, и в учениях занимаясь постоянно, спасаешься ты и слушающие. Это значит прибыль. Спасся ты на выходе прирост. Вокруг тебя какое-то количество людей. Как семья. Сошлась и выражали детей. Как минимум четверо. Потому что умножение, это было два, стало четыре. Если два родили двоих, это ничего. Ты просто воспроизвел себя, то никакого умножения нет, никакого роста нет. Должен как минимум три, да, быть? Три на полтора умножить. Да, ну на полтора. Когда мы живем, но риск такой, как раньше. Раньше люди чаще из там восьми детей там три, четыре, половина умирает. Это сейчас меньше умирает из-за медицины, которая развилась. Поэтому раньше рожать надо было с запасом. Обязательно. Потому что какой-то процент умирала. То есть чума какая-нибудь, то есть какие-то болезни. Сейчас меньше. Ну и сейчас есть несчастные случаи. Не дай бог война, там войны уносят людей. Друзья, о чем я говорю? Прибыль. Прибыль есть. И мы должны быть захвачены этой идеей приносить плод. Потому что мы, веточка присутствия на лозе, приносим плод. И тем прославляется Отец ваш небесный. Конечно, это слава вся. И мы не гоняем, не гонимся за количеством. И люди не должны быть статистикой. Сто процентов. Я понимаю, что у нас есть другой какой-нибудь негативный опыт, крайности. И мы из одной бывают крайности в другую. Теперь нам не нужно количество. Нам не нужно мега-церкви. Нам не нужно количество. Главное качество, чтобы все Господа любили. Вот то, что я утром говорил. Все любят, любят, любят так сильно Господа. А другие как будто остаются в стороне. Но мы говорили о ДНК. Это любить Господа. Это любить людей, ближнего. Это обязательно служение. А если ты служишь человеку, ты обязательно его коснешься. Если ты подобрал этого самаряня. Вы знаете, у нас сейчас самые верные и сильные братья, как в принципе везде в России. Это те, кто выходцы из реабилитационных центров. Ну, может быть, не везде такая практика, но так вот есть. Самые горящие, верные, вот, я так думаю, большая часть людей, которым я могу позвонить в любое время суток, и я не буду думать, можно звонить ему или нельзя. Это мои братья, которые еще пять лет назад просто умирали. Просто по пятнадцать лет в зависимости на огородах, как везде, в загородном огороде, вот там умирали. Сейчас это у них есть семьи, вот у нас в одном парне уже второй ребенок рождается. А по старой жизни сожительницей у него был ребенок. Ребенка забрали, сожительницу, как бы мать этого ребенка. Посадили в тюрьму. Он там тоже не раз сидел. Лишили родительских прав. Когда он покажется, я узнал, мы начали искать его дочку, по времени должно быть шесть лет. И потом я в последний момент, все детские дома, они информацию не выдают. И я узнал уже, что год назад ее у дочери и уже не дали информацию. Потому что когда я узнал, что у него была дочка, и у нас сердце сокрушилось, мы подумаем, мы ее заберем, ему так не дадут, но мы ее заберем, а он будет жить, и он, значит, это будет отец, и в целом им просто поможем, чтобы он стал отцом. Вот просто захотели это практически. Он жил у нас после реабилитации. У меня первый адаптационный центр был у меня в собственном доме. У меня дом большой, я думаю, зачем Бог мне его дал? 500 квадратных метров просто. Я его называю христианское общежитие. У нас постоянно кто-то живет. Вот пастор приезжал, не даст, я боялась наркоманов, вообще, ты вообще не вздумай, знаешь, я попросил, ну там у нас пока ремонт делается, но нам недельку поживут, а не на 3 месяца остались, пока. И потом я смотрю, моя жена завтракает, ужинает с этими нашими бывшими уголовниками, знаете, вот они же все почти там поломеное сидевшие, разные. И вы знаете, я не перестаю удивляться, то как может Бог любовь Божия менять и преображать людей. Я вам скажу, самые верные, надежные братаны, как мы их называем, у нас просто братаны, они просто вот такое, это вот те, кому много прощено, они сильно любят. У меня всегда вопрос, неужели нам, христианам, не проще? Неужели нужно быть наркоманом, алкоголиком, преступником, чтобы осознать, что ты великий гречник, который направился в ад, и тебя Господь спас? Я считаю, что не надо проходить это все. Достаточно просто встретиться со Христом. Я восемь лет пережил первый раз прикосновение и плакал, и каялся. Можно в детском возрасте иметь такое покаяние, как ты великий гречник, а на самом деле ты еще ничего не натворил. Просто осознал, что ты святой, а в адаме все согрешили и решили славу Божьей. и теперь слава Божьей приблизилась, и ты можешь навсегда влюбиться в Господа. Я верю, что влюбиться в Бога, посвятить свою жизнь может каждый. И не только может, а, наверное, должен. и пусть Дух Святой поможет как-то вот это нести, чтобы это доходило до людей. Хорошо, это небольшое такое отклонение, но где мы сейчас находимся? Мы находимся в том, что Господь касается людей. Он хочет касаться. Он хочет, чтобы мы увидели, что плод это нормально. Не будем закисать в своих общинах. Не будем вваливаться в ту крайность самоосвящения вечного. Нам нужно освящаться. Но, друзья мои, если это освящение, освящение, еще раз освящение, и люди вокруг нас не спасаются, не достигаются, мы не думаем о молодежи, мы что-то не делаем, то мы упускаем. Поэтому ничто из этих трех не должно вываливаться. Это, возвращаясь к теме ДНК церкви, это любовь к Богу. И поклонение Ему, и служение Ему, любовь к людям, служение людям, и исполнение великого поручения. Великое поручение это не просто евангелизации проводить, конечная цель великого поручения научить их жить со Христом. То, что мы слышим сегодня, научить их жить с Богом каждый день, каждый час. Быть поклонниками, быть в духе, быть с Богом. Это наша конечная цель. Не просто покаять их, потому что покаять, люди рождаются свыше, это прекрасно, но это только младенец. И я вам писал, пишу вам дети, пишу вам отроки, пишу вам юноши, и пишу вам отцы. Есть четыре таких фазы. И нам нужно видеть конечную цель. Люди рождаются, чтобы стать отцами. Аминь. Какой смысл каждый родитель здесь? Когда наши дети мы рождали детей, мы же не просто их родили на несколько лет, чтобы поиграться с пупсами. Ну, это было бы ненормально. Потом они хорошие пупсики, но потом мы хотим, чтобы они росли, потом мы хотим, чтобы они проявляли ответственность. И то, что нас вдохновляло, когда они делали в годик или в два, не будет нас вдохновлять уже в пять, в шесть, семь лет. И нас не будет вдохновлять то, что они делали в пять, в шесть лет, когда им будет пятнадцать, шестнадцать. Мы хотим, чтобы они развивались. Мы наслаждаемся каждым возрастом, но мы видим конечную цель и чувство выполненного долга, когда дети выросли, стали зрелыми, взрослыми, ответственными людьми и создали семьи, знают, как жить и рождают детей. Вот внуков уже для нас. Они рождают детей, наши дети. И вы знаете, я вот уже наслаждаюсь, как и вот Александр, уже внуками, внучками. У меня один внук и три внучки. И, знаете, я радуюсь, я радуюсь. У нас два сына, я смотрел, показывал там фрагмент младшая, пятнадцать лет, у нее талант, она хорошо поет, они там какой-то клип сейчас с христианской песней красивой записывают. Я вот уже смотрел, выстрелили на фейсбуке такой, как бы, рекламку такую, я пересматриваю и мне радостно, радостно, что моя младшенькая, знаете, я в пятнадцать лет приехал из Казахстана и теперь смотрю на свою дочку ей, младшей, четвертой, пятнадцать. И вы знаете, она сознательно начинает поклоняться Господу. Она молится, я зашел в пастырскую, они перед собранием молятся, группа прославления, она тоже уже поет, и они там часто по кругу молятся, мы создаем такую культуру, чтобы все возвышали голос, молились, не просто один. И вот они по очереди молят, и вот я на раз молиться, благословляя собрание, и я просто стою и у меня просто до слез просто, просто, помазание касается, ну, Боже, спасибо тебе, это моя дочь, она сознательно начинает, и раньше такая она за Соню, она такая, казалось бы, безответственная, а теперь она в воскресенье сама утром встает и едет на автобусе, бывает я ее подвожу, а если я не еду раньше, то ей нужно ехать за два часа до служения, у них репетиция, а мы живем за городом, и она едет на междугороднем автобусе, недалеко же, но тем не менее, и она это делает самостоятельно, я уже ее не бужу, она это делает сама, и вы знаете, у меня радость в сердце, что в этом 15-летнем ребенке появляется зрелая личность, взрослость, то есть, кто такой зрелый человек? Человек, который берет ответственность, есть много взрослых людей, но они не зрелые, кто-то говорит, что зрелость приходит с возрастом, но на самом деле, говорят, но бывает, возраст приходит один, то есть, люди повзрослели, но не стали зрелыми, но я могу увидеть молодых людей, которые достаточно зрелые, чем бывают люди уже в возрасте, потому что ответственность, за что мы берем ответственность, я хочу, дорогие, чтобы мы увидели эту картину, мы берем ответственность, и Господь нам дает повеление, мы любим Бога, мы любим людей, и мы делаем учеников, учеников становится больше, давайте согласимся, что с каждым годом учеников становится больше, если у вас будет ежегодная конференция, тогда позаботьтесь, пастор, чтобы на следующий год хотя бы один новый лидер приехал с тобой, чтобы через два года еще один появился, чтобы за десятых хотя бы лет у нас, я вам скажу, просто, ну, должны появиться духовные сыновья, и нам нужно все это делать, у нас есть, у нас есть два направления работать, чтобы наши физические дети, они служили Господу, потому что великое горе, когда поднимается поколение и не знает Бога, после, написано, восстал род, после Иисуса Налина, и он не знал Господа, и поэтому они не завоевали землю, они стали ассимилироваться с физическими народами, они не вошли в полноту, они не исполнили до конца волю Божию, почему? Потому что не было приемников, потому что не было настоящих сыновей, которые бы схватили, а нам нужно видеть такую картину, что наши дети, они не начинают с нуля, они должны начать с того, где мы заканчиваем, наши потолки должны быть для них полом, знаете, в этажах, и я смотрю на своих детей, и я думаю, слушайте, они в свои 20 стартуют со 70-го уровня, с которым я начинал, и я рад за это, и в материальном плане я смотрю, как у них так получается, они стартуют с совсем другого уровня, я смотрю на своего Дана, Дана ему 22 года, он тоже в 19 женился, у него уже два ребенка, вторая, вторая девочка родилась, он у нас лидер прославления, я вспоминаю, я в свои 20 был лидером прославления, и потом целых 15 лет был, у меня душа вот, такая вот прославитель, я душа для всех, но профессионально у меня не было навыков, мне всегда не хватало компетентности и знаний, что вокалистам сказать, как-то бы их там по партиям, чтобы они пели, мне всегда нужен был помощник, я говорю, я лидер прославления, такой безрукий, мне нужно как минимум две руки, один, чтобы помогал, говорил, что делать музыкантам, другой, чтобы говорил вокалистам, вот я такой был, и вот я стою, картина такая, у нас вот через 2 недели, 3 выйдет альбом прославления, спустя большой, уже какой-то промежуток времени, это уже изнутри церкви, это уже молодежным составом, и вот Данной, с 15 лет, кстати, тоже начал служить, я расскажу вам, в 15 лет что-то происходит, если до 15 лет есть интенсивная инвестиция в детей, в 15 лет, плюс-минус, они выбирают жизненный путь, просто по психологии так, что в 14 лет личность формируется, поэтому постарайтесь, вот есть такое окно, говорят, с 4 до 14 возраст, вот если с 4 до 14 мы будем инвестировать, то когда придет момент выбирать, и из чего выбирать, поверьте, и вот почему в 14-15 лет в основном молодежь сваливается в церкви, из церкви, потому что им скучно, потому что они не вовлечены, потому что они с Богом не встретились, потому что много-много-много вещей упустили родители и церковь, есть два института влияния на формирование общей личности, это семья, номер один, и церковь, ой, дорогие, хорошо, и вы знаете, просто в это время, и вот Дан, он мой сын, я смотрю, мы стоим на сцене, я тоже участвую, потому что я веду прославление, он главный, и в это время мы репетируем, и вот он, идут песни, и он просто буквально где-то останавливается и говорит музыкантам, вокалистам, где они, там кто-то забыл партию или сфальшивил, они как там, он им напоминает, им напоминает, он слышит, что делают музыканты, он слышит, что делают вокалисты, и я смотрю, говорю, эй, в 22 года я так не мог, а он просто это делает естественно и легко, знаете, это что? Мой потолок, его пол, наши дети, не должны с андеграунда начинать, и мы говорим, мы знаешь, как начинали, а вот вы еще снижали, нет, пусть они начинают с того уровня, который мы создаем для них, аминь, пусть наши потолки, повторюсь, будут для них полом, и пусть они двигаются дальше, друзья, но это произойдет и будет происходить, если мы на самом деле посвящаем наших детей и мудро слушаем им, не распускаем не просто сдаем их, что их школа воспитывала или интернет воспитывал, телевидение или кто-то воспитывал, сегодня намного, но больше искушений, сегодня влияние на общество, на людей, оно намного, именно через информацию, намного сильнее, поэтому нам нужно усилиться и понять, как нам строить сети. нам необходимо создавать места, куда будут эти рыбки попадаться, это может быть любое дело, я хочу, чтобы мы практически вернулись к этим трех нитям, послушайте, мы можем думать, что самое главное духовное, это на самом деле очень важно, и это может быть номер один, но вам скажу, не всегда возникает духовная нить, часто писатель говорит, вначале душевная, а потом духовная, почему мы говорим, знаете, мой старший сын, он в партнерстве с другим братом открыли сабвей, ресторанчик, знаете, такого вот, питания, в Латвии, кстати, у нас не было долгих годов, в России давно, а ему как-то понравилось, когда мы путешествовали, были за границей, там где-то Латвии, и еще подростком, он ел в сабве, ему так понравились и бутерброды, и у него, кажется, запала мечта, почему у нас нет в Латвии сабве, прошло время, он там начал, один там, как бы, дело начало, и вот теперь у него появился партнер, он сперва хотел себе проект, он написал в банки какие, там банк не давал денег, прожди, какие банки, и говорю, поговори там с одним братом, бизнесменом, и он был, этот брат бизнесмен, сам молодой, но он так вдохновился, когда увидел, что пришел к нему 21 год парень, и у него есть бизнес-план, не просто какие-то фантазии, идеи, а бизнес-план, он так вдохновился, и говорит, я даже не вижу там большой прибыли, но просто ради того, что парень, у него есть цель, у него есть сведения, я буду инвестировать, он вложил денег, и они в партнерстве 50 на 50, и мой Тимофей управляющий, и вы знаете, туда приходят, устраиваются молодежь, и это, если хотите, создается место, платформа, 17 человек, работающих в этом ресторанчике, через время знакомятся с ценностями и принципами моего сына, он утром собирается с коллективом и говорит, что нам нужно благословение, я верю, что во всяком деле Бог благословляет, поэтому давайте возьмем все за руки и помолимся, он коротко молится, он повесил, отче наш там где-то, и он босс, слава Богу, франшиза, которую они купили, не предусматривали, чтобы контролировать, что там кто-то делает, он молится с ними, две девушки через какое-то время начали интересоваться, уже пришли в церковь, и я видел, как они вышли, я молился, и как они плакали, в начале появляется физическая нить, я вам скажу, люди, которые работают и связаны, и зависят от зарплат, от денег, это уже нить, это уже дело какое-то, и с этими людьми строить другие нити намного легче, чем ловить человека, который бежит куда-то на работу, на улице, вы согласны? и я хочу, чтобы некоторые люди здесь увидели, у кого есть дар предпринимательства, не работайте просто на себя, потому что выгоднее работать, не создавать, ну, например, там, рабочих много мест, просто найти, если есть цель, просто иметь прибыль, тогда нет принципа царства в этом. Господь хочет, чтобы мы сегодня думали о бизнесе и создавали эти места. Сегодня у нас целая, как бы, картина рисуется, мы видим молодежь, которые, подростков, которые, и знаете, там мои девчонки пошли это подрабатывать, их одноклассницы просятся, можно, там нет мест, и они в очереди стоят, когда освободится место в садвей, чтобы устроиться подрабатывать. И вдруг я прихожу какое-то время обратно, и смотрю, одноклассница, подружка моей дочки, Мария, они уже закончили девятый класс и разошлись все под другим школам. Они бы никогда так не встретились. Но теперь она приходила посещать Машу, там зашла в городе, то, что она работает, и просилась, и мой Тимофей сказал, а вот выйдите, что вы тут сачкуете, выйдите флайеры пораздавайте на улице садве. И когда он увидел, как она раздавала эти флайеры, она настолько креативный, творческий человек идет, он так переплетни, улыбаясь, им что-то рассказывает. Мой сын был просто в шоке, говорит, слушайте, у меня нет места рабочего, но как только я тебя возьму на работу. И теперь я смотрю, она счастливая, свободное время уже работает. И я понимаю, что не было бы этого места, не было бы бизнеса, не было бы возможности им продолжать даже отношения строить. Вы понимаете, это очень сильно. Я хочу, кто-то, можно сказать, ну я не бизнесмен, создавать рабочие места. Друзья, придумайте какие-нибудь дела, общественные организации, хор откройте для бабушек, для дедушек, если хотите, для детей, для подростков. Найдите какое-то общее дело, но нам нужно очень серьезно поставить цель. Нам необходимо усиливать отношения, связи друг с другом на всех трех уровнях. Если мы не поставим себе цель, чтобы у нас было реальное единство в духе, мы молимся вместе горячо и любим Иисуса. Если у нас мы не признаемся, некоторые люди говорят, ну мы в духе, братья, но как только свободное время, мы видеться не хотим. Это ненормально. Друзья хотят видеться. Спроси себя, с кем тебе просто нравится в баню, в футбол пойти, на природу пойти. Просто вот, когда никакое служение, никакие духовные темы, с кем хочется проводить время. Я считаю, что если мы любим друг друга, я понимаю, что мы не можем дружить со ста и двести человеками. Может быть, это будет какой-то круг, но важно иметь друзей, чтобы все свободное время мы хотели проводить время вместе. Если у нас есть такие связи, я вам скажу, если эта нитка в трое скучно не порвется, если дьявол захочет кого-то потянуть, я вам точно говорю, он не вырвет такого человека из стада, он не сможет украсть такую овечку. Знаете, когда мы все разродненные, просто дьявол приходит кого-то, вот так, раз, цепанул, увел. Неделя, две, мы, бывает, даже не знаем. Люди потом обижаются, говорят, пастор, меня уже два месяца нет в церкви, мне никто не позвонил. И потом человек, знаете, он сперва заболел две недели, потом он подумал, слушай, две недели прошло, что мне никто не позвонил. Интересно, ему дьявол посолит мысль, а ты сходи, еще два раза не посети, просто не приди. Интересно, кто-то вспомнит про тебя? Прошло еще две недели, месяц, дьявол ему говорит, я же тебе говорю, ты никому там не нужен, то есть, это просто болтовня, братство, любовь какая-то, ты месяц, уже в церкви никто про тебя не вспомнил. Бывает такое? Да. Бывает. И это очень грустно, и так не должно быть. Потому что я тебе скажу, если у меня есть друзья, друг не просто через неделю вспомнит, моментально вспомнит. Знаете, друзья, у нас сейчас это все братство, у нас есть там около 10 или 12 семей, которые связаны друг с другом, рабочие места создают, они молятся на страже по два раза в неделю, они там по субботам проводят семейные вечера, почти там, не знаю, у них нет почти дня такого, чтобы они пересекались, и это очень похоже на первопоследскую церковь, написано, что они ежедневно, вы слышите, ежедневно пребывали, то в храме, то по домам, а сегодня мы будем слушать, ну это невозможно, а кто работать будет? так работайте вместе. Мы вот сегодня, мы, например, для братьев, которые проходят реабилитацию, мы тоже создаем рабочие места, бригады строительные создаем, и мы просто их учим, что у нас есть три фазы, у нас есть реабилитация, адаптация и интеграция, и третья фаза, войти в эту интеграцию, войти в общество, работать, слушать вместе, она самая сложная, и когда она слабая, я заметил, что проходит время, и все, что было в начале, может просто спуститься, знаете, просто, почему? Потому что не создались крепкие взаимоскрепляющие связи, церкви, об этом очень много можно говорить, но смотрите, какая вещь, две, два момента запомните, первое, насколько моя личная связь или с другими людьми вообще в церкви, она сильная, на трех уровнях или нет, это первое, и давайте согласимся, возьмем ответственность, что я лично хочу строить все три нити с моими братьями, сестрами, лидерами, это первое, и второе, создаем ли мы какие-то платформы, места, дела, бизнесы, служения какие-то совместные, где бы людям, бани, что угодно, формальные, неформальные встречи, но послушайте, говоря профессионально, что, на самом деле, о делах, о рабочих местах, создавать такие ячейки, такие места, как в этой сети, чтобы люди попадали туда и были рады, что они там, потому что, если худые сообщества развращают добрые нравы, то святые сообщества развратят худые нравы, и Господь сказал, вы соль земли, и вы закваска, мы заквашиваемся сами, наш дух душа и тело захвачены Богом, Царством Божьим, и мы вместе становимся святой закваской, если мы создаем что-то вместе, и человек приходит в наше дело, он, его худые, дурные нравы развращаются, он освещается, а у врага другая тактика, вы тут их качаете, освещаете, проповедуйте им, но он уйдет на неделю и будет окунаться в это болото мирское, и его враг развращает, я вам скажу, и у многих не хватает духа, он приходит на это место, попытается что-то там влиять, очень скоро ему сказали все, что о нем думают, и еще предупредили, если ты будешь еще что-то говорить, мы тебя уволим просто, и он закрывает рот, и в принципе перестает пытаться даже влиять, но нет такого, если ты не влияешь, на тебя влияют, как правило, третьего не дано, если ты не собираешь, ты расточаешь, именно таким образом враг просто рушит и ослабевает эти нити, друзья, царство Божьего, оно подобно, закваски в треме рыбаки, тремите и невод, увидьте эту картину, просто можете собраться, подумать, а какие у нас есть сети, куда люди вообще есть такие сети, или мы просто ждем, что в наш пруд должны заплыть с моря рыбу, сама кофе зайдет и заплывет, но прилетит, даже там, да, нам же попасть непросто, нам же надо через заборы перебрасывать, там столько всего, понимаете, поэтому даже заплыть невозможно, если бы хоть каналы какие-то вылетят, да, и потом если еще он там какой-то неформальный, так, не святой, так вообще мы же святые, мы гречников не принимаем, давайте, поднимемся, давайте, давайте просто согласимся. Субтитры создавал DimaTorzok